Слова молитвы и долгожданная литургия. В восстановленном Богоявленском храме в селе Преслониха Корсунского района состоялось первое богослужение. В 16-м году случилась для нас тяжелая трагедия. Мы потеряли этот храм. Но сегодня мы вместе со всей полнотой церкви можем сказать, есть благодать Святого Духа нас собрала, чтобы вновь восторжествовал Господь на этом святом месте. Прославленную святыню с 300-летней истории стали восстанавливать сразу после страшного пожара. Реконструкция длилась полтора года. Многие жители села, считая это своим духовным долгом, добровольно подключались к процессу воссоздания церкви. Собирали пожертвования, принимали участие в строительстве. А в день трагедии некоторые сельчан, вне зависимости от религии, даже бросались в огонь, чтобы спасти священные атрибуты церкви. В день первого богослужения восстановленный объект посетил губернатор Ульяныск области Сергей Морозов. Глава региона наградил грамотным и почетным знаком неравнодушно к судьбе храма людей. Сам Сергей Морозов из рук архипастора получил патриаршую награду – юбилейную медаль в память столетия возрождения патриаршества. Совместными усилиями светской власти, духовной власти, народа, наших замечательных меценатов, причем меценатов, которые представляют разные народы. Мы сегодня будем здесь в вашем присутствии награждать, глубоко уважаемые владыки, но вы их и так все хорошо знаете. Здесь есть и православные, и неправославные. И это никого не останавливает, чтобы помочь восстановить нашу замечательную гордость. Сейчас храм полностью соответствует тому облику, что был до пожара. По информации Совета строителей Ульяновской области, при реконструкции использовался сохранившийся проект церкви, датированный 1980 годом. Ринат Алиулова, Новости Ульяновской правды.